Все, начинаем. Самый частый вопрос... Наоборот, очки снять на ногу, господи. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Самый частый вопрос — это как надо штриховать. Сейчас как раз в этом рисунке мы вам и расскажем, как, собственно, надо штриховать. Но нужно помнить, что штрих — это не само по себе какое-то явление, взятое из ниоткуда. Штриховать нужно в зависимости от того, какие задачи мы поставили для этого рисунка. Мы попробуем сделать с вами рисунок такой, чтобы штрих здесь был и такой академический, ровный, хороший. И в то же время местами немножечко похулиганить. Таким образом убьем двух зайцев. И поштрихуем ровненько, четко, академично. В то же время чуть-чуть пошутим где-нибудь, да? Сударыни, вы готовы? Вы готовы? Поехали. КОНЕЦ Наш с вами нутерморт сложный. Сложный в том смысле, что много стекла, и стекло всегда сложно штриховать, потому что нужно сделать его не просто стеклянным, а еще и прозрачным. И сквозь него какие-то искажения появляются. Все это мы вам покажем, расскажем. Им будет тяжело, а вам будет, конечно же, просто. Потому что вы будете учиться на их ошибках. И еще стоит помнить, что штрих вот в таком рисунке сильно зависит от цвета. Света у нас еще нет. Мы обязательно сейчас поставим боковое освещение. Если вам кто-нибудь поставил нутерморт без бокового освещения, всегда задайтесь вопросом, а знает ли педагог, что вообще он делает? Так, мы начинаем, собственно говоря, штриховать. У нас все готово для штриховки. Надо помнить, что у нас стекло, и поэтому штриховать мы не совсем обычно. Потому что у стекла, тем более у такого стекла внутри, которого еще и вода, у него, в общем, есть свои такие спецэффекты. Но начинаем мы, конечно же, ни с каких деталек, ни с каких-то там этих спецэффектов, связанных с водой. Начинаем мы, как обычно, с самого темного. Здесь все просто. У нас самое темное в этом нутерморте что? Душки у очков, чаек, и веточки. Правильно? Причем самое темное из самого темного, это душки у очков, потом чаек, потом веточки. Так и делаем. Показываем часть очков, вот эти душки, прям самые темные, набираем смело. Душки тоненькие, поэтому здесь о штрихе речи не идет. Почти контур даем. Потом можно немножечко свет вне брать, но сначала набираем массы. Дальше чаек. Вот здесь уже начинается интересное. Смотрите, я очень рекомендую штриховать в данном случае четко по форме, прямым штрихом, по форме предмета, и только вот в этом самом темном месте у чая. Вот прям по вертикали аккуратненько накладываем четкий такой вертикальный штрих. Вы можете пройти в целом все вот это дело одинаково. Ну, чуть-чуть, понятно, убирая в свете, да? Но лучше всего для начала вот просто массу забить вот так вот. Вот это сделайте и веточки где-то черканите. И пока ничего больше не трогайте. Вот самое темное. В данном случае у нас есть такое место, подстолье такое, да? Вот это пространство, и оно очень темное, туда не попадает свет совсем. Вот вы его сейчас набрали, набрали, хорошо. Давайте его пока оставим, не трогаем. Вот больше не затемняйте, не высветляйте, не трогайте. Теперь переходим к самому темному. Я уже предыдущему пациенту говорил, да, что у нас самое темное это дужки у очков, потом чаечек, потом веточка. Вот сейчас надо как раз к этому перейти, тоже, посмотрите, дужки у очков. Но здесь вы уже начали штриховать. Я бы не рекомендовал штриховать вот так вот по форме эллипса, пока это не нужно. Как раз наоборот, набирайте внутри вот сам чай, вертикально его поштрихуйте, но и подстаканник тоже поштрихуйте, пока вертикально. Это цилиндрический вертикальный предмет, то есть, по сути, вообще-то цилиндр в цилиндре, да? И поэтому давайте покажем его форму, вот эту вертикальную, и четко вертикально начнем штриховать, при этом сразу выделяя самое темное. Самое темное и внутри чая, и внутри вот этого подстаканника. Мы увидим, что в подстаканнике самое темное, естественно, на ребре, а вот внутри чая, посмотрите внимательно, там самое темное в двух местах. Вот здесь, поскольку сюда меньше выпадает цвет, естественно, это цилиндр, но еще и вот в этом месте, потому что просвечивает та часть подстаканника, которая вообще очень темная. Вот это нужно сразу показать. И четкий такой ровненький старайтесь делать вертикальный штрихотчик. Хорошо. Штрих мохнатый, но тут надо себя спросить, ну, нужно ли вот такой штрих здесь. С одной стороны, у нас, поскольку появляется вот это место под столом очень темное, можно пройти вообще как угодно. Плюс мы с вами договорились, что мы сделаем, ну, немножко хулиганистыми местами штрих, да? Можно. Но у штриха есть несколько законов, давайте мы про это расскажем. Старайтесь уж, если даже вы штрихуете вот так вот, шуму-брум-брум, старайтесь, чтобы у вас не появлялись вот, видите, такие вот точки в штрихе. Они от чего появляются? Когда вы начинаете вести линию штриха, вы его неаккуратно бросаете, либо неаккуратно его начинаете. То есть вот ударили карандашом на бумагу и провели линию, да? Или наоборот, ведете-ведете, оп, остановились резко, не нужно. Старайтесь, чтобы штрих, вот смотрите, вы его начали, и вот он пошел, и у него не видно ни начало, ни конца. Понимаете, да, о чем я? Старайтесь, чтобы не было видно вот этих вот линий. То есть вы штрих ведете туда-сюда, вы можете позволить себе вести штрих туда-сюда, вот так, то есть не вот так вот штриховать, а вот сразу туда-сюда. Но тогда нужно, чтобы не было видно вот этих загибов, вот этой петли. Не нужно нам этого пока что. И, соответственно, если вам не удается длинный штрих делать, а вы можете позволить себе делать только короткий штрих, тогда начинаете не стык в стык, то есть поштриховали вот так, и с этого же места продолжили, а заходите немножечко на него, понимаете? И вообще, когда штрихуете, вы представите себе, что вы как будто пластилин растягиваете. То есть вы вот так раз, раз, нажали, отпустили, нажали, отпустили, нажали, отпустили. Понимаете? Вот, так и старайтесь делать. Но, на самом деле, вот это место, оно не заслуживает особого внимания. Сейчас, на данном этапе, вы показали там что-то под столом, ну и ради бога, пусть будет. А сейчас нужно перейти уже все-таки к основному и посмотреть дужки у очков, прям сильно на них надавить. Они самые темные, да, посмотрите. У чаечка тоже вот это вот, ну мы уже говорили, у предыдущих, так сказать, вот я был, когда в предыдущих палатах с предыдущими пациентами общались тоже. Вот чаечек, и пошли. И помните, когда вы штрихуете цилиндр вот так вот вертикально, при этом у вас боковое освещение, у вас обязательно с противоположной от света стороны появится рефлекс. Поэтому не штрихуйте прям вот от линии, отступите немножечко, дайте чуть-чуть света. И вертикальненько вот так вот пошла, пошла, пошла. Вы можете набрать сразу вот эту часть, у чая, да, и посмотреть подстаканник сразу, что темнее. Прищурились, посмотрели. Чай темнее, подстаканник светлее. Сразу набрали, выпустили. А потом еще и обобщим, и будет прекрасно. Понятно? Край не нахренеть. Пока не нужно. Пока вот просто пристрихуйте одно, пристрихуйте другое, и потом... Вот здесь лежал, да. Вот так, чтобы понять, насколько правилен ваш тон, то есть вы набрали один предмет, набрали другой предмет, надо прищуриться вот так вот, на натуру посмотреть, прищуриться и понять, что темнее, что светлее. Потому что просто вот так иногда может быть непонятно. Прищурились, там все обобщилось, увидели, и, соответственно, на свою работу. Прищурились, все поняли. Понятно? Вперед. Вот это тот случай, когда хочется сказать, что нравится, вот, обратить внимание на то, что хорошо. А хорошо, что... Вот смотрите, смотрите, товарищи. Вот не просто темным набрали, да, а, знаете, как сразу в растяжечку от темного, и так оп, элегантно, сделали чуть посветлее. Душка. Казалось бы, тоненькая такая штученька, но она сразу в ней находит и темная, и чуть светлее, да. Оп, где-то здесь появляется потемнее. Молодец, очень вкусненько сделала, вот это вот прям умничка. Так держась. Но единственное, что в целом душка очков, она очень темная, самая темная, поэтому вот эти разработки мелких элементов, она хороша, конечно, да. И в начале рисунка она тоже может быть, не обязательно сразу с общего начинать. То есть мы начинаем, конечно, с общего, но мы сразу в них находим какие-то нюансы. Но просто в целом потемнее надо набрать. Чай. Все правильно, вертикальный штрих, хороший такой штрихочек вертикальный пошел. Единственное, что вызывает у меня сомнения, это вот горизонтальная часть эллипса. Но пока это не так важно. Я бы его в целом закрыл так. То есть вы набираете такой диагональный штрих, лучше его набрать горизонтально, подчеркнув этим самым, что сама плоскость горизонтальная. Тем более, что это вода, у нее не будет такого резкого перехода. И надо запастись в этом рисунке не только стерками, не только терпением, но и стерками. Потому что здесь много тона мы будем накладывать не карандашом, а именно клячкой и стеркой. Понятно? Когда штрихусь такой светлый рисунок, где много стекла, запаситесь хорошими, мягкими, при этом острыми, острыми стерками. Душки очков. Как их убедительно положить? Просто дело в том, что если их нарисовать, как будто как они лежат полностью раскрыты, они все равно здесь будут везде пересекаться, я никак не могу сделать так, что линии. У вас сейчас нормально. Сейчас вот они выглядят. Сейчас вот как сейчас, да, нужно их оставлять как сейчас. Хорошо. Вы сейчас поштриховали внутри чая, немножко дробно. Это жидкость, причем внутри стекла. Нужно стараться, можно карандашик, чтобы не было вот этих вот мохнатых штук. Постарайтесь четко, вот так вертикально набрать. Наберете вот это, и потом мягенько-мягенько, я вам даже покажу, знаете, как вот чуть-чуть, можно своим рукой? Конечно. То есть вам нужно тону веточки, вот прям вот, смотрите, как гладить ее, видите? Заливать вот так, раз, вы ее проходите, свет у нас справа, вы ее вот так вот набираете, и сразу даете где-то акцент на ребре ее. Раз, дали, и все, и отпустили, понятно? Чтобы сразу был свет. Смотрите, набираете, набираете, вот так вот, где-то, оп, нажали чуть-чуть, чуть сильнее вот здесь нажали, да? Она потому что форму поменялась. И вот так вы ее растягиваете, где-то ищете, где она темнее, где светлее. И потом, после этого, мы уже будем набирать общий тон. Мы будем прям вертикально проходить задний план, весь передний план. Сейчас важно вот это добрать. Когда вы штрихуете, нужно помнить, что в данном случае вы же не гипс штрихуете, это не шар, не куб стоит, да? Не цилиндр. Это какая-то композиция. Это не просто натюрморт. Композиция, в которой есть какой-то смысл, но как минимум настроение. И мы с вами говорили в первых сериях, если вы не смотрели, обязательно посмотрите, что это такой натюрморт, ну, постреволюционный. Хотя, может быть, судя по нашим вот этим вкраплениям в самом начале, это вообще такой дореволюционный рисунок. И здесь жизнь идет дореволюционная. Может быть, такая вот немножко светлая, может быть, немножко скучная, потому что барин, да, дочка там его... И штриховать нужно так же, исходя из этого. Веранда, летнее утро, свет, солнечный свет. Поэтому, когда вы штрихуете, вы должны помнить, почему вы это делаете, из-за чего вы это делаете. Сейчас все увидите. У этих очков мы сразу видим... Ну, это не то, что ошибка, но это просто вот неточность, немножко неправильно так делается. Они все одинаково темные, видите? Так не надо делать. Во-первых, мы знаем, у нас есть свет справа. И понятное дело, что то, что справа, оно будет чуть светлее, а здесь темнее. Поэтому сразу где-то нажали, где-то отпустили. Где-то уже сразу можно даже стерочкой мазать на свету. И еще такой момент. Вот душки идут, закругляются. Смотрите, если предмет меняет форму, он, естественно, меняет тон. Потому что свет на него ложится по-другому. Здесь тоже, что он закруглился так вот резко, поменялся тон. Поэтому сразу нажали, отпустили, нажали, отпустили. Где-то стерочка, чирик. Вот и все. Пока что вот так. Вот, можно секундочку? Старайтесь, вот в данном случае, я обычно не докапываюсь, но в данном случае действительно важно. Старайтесь, чтобы штрих, весь штрих был параллелен друг другу. То есть, он вот так вот не гулял. То есть, каждый штришочек параллелен друг другу. Параллелен, параллелен. Как это сделать? Ну, посмотрите, когда вы ведете, давайте как-то вот встанем, так, чтобы было понятно. Вы когда ведете штрих, во-первых, не торопитесь. Во-вторых, не держите руку на весу. Это сложно. То есть, нужно держать руку на весу, но вам пока сложно. Поставьте вот так вот на бизинчик. Облокотили, можно даже вот целиком вот так вот положить. Уперли карандашик вот сюда. Вот так вот, смотрите, раз. Ну, или прям положили на руку. И аккуратненько. Оп-оп-оп-оп-оп. Главное в это время, знаете что, не двигать? Главное в это время, не двигать локти. Знаете почему? Потому что, если вы будете штриховать, надо оттуда снять, чтобы локти было моё видно. Смотрите, если вы будете штриховать, вообще, по идее, художник должен только кистью двигать. Вот так. Но, как правило, вы когда штрихуете, вы начинаете двигать всей рукой. Пока вы двигаете рукой, у вас рука устает, локоть опускается. Локоть опускается, и штрих разворачивается. Понимаете? Поэтому старайтесь держать на дно. Когда нужно постриховать в одном направлении, локоть держим и двигаемся. Так? Если вы поднимаетесь, соответственно, вы и локоть поднимаете. Да? Ну, вообще-то, конечно, правильно штриховать только кистью. То есть, вот, как барабанщик барабанит, в джазе особенно. Так же и здесь. Оп-оп-оп-оп-оп. Не получилось. Видите, что штрих разбежался. Вернулись назад, еще раз прошлись. И еще раз прошлись. Почему в данном случае это хорошо? Потому что мы штрихуем чай, и в нем не должно быть сильно уж так видно штриха. Он, может быть, почти залит. Вот как сейчас мы видим там слева. Сейчас туда перейдем с камеры, да? Вот там вполне вот уже получается, да? И не затемняйте сильно контур, потому что контур там, наоборот, светлый, там блик. Ну, у нас есть колечка. Да, да, конечно. Маленький, но дельный совет. Радуйте себя во время работы по рисунку. Что значит радуйте себя? Мы все понимаем, что начинать нужно с общего, идти к частным. И не разбредаться на какие-то мелочи. Но в данном случае, вот вы поштриховали водичку, да? Ну, точнее, чаечек в стаканчике. Он такой у вас уже плотный получается. И это правильно. Посмотрите сейчас. Штрих вроде бы заметен, но не так активно. И получается, что это, в общем, почти вода. Но сейчас это может быть и не вода, это может быть и металл, и все что угодно. Возьмите клячку. И сразу бахните где-нибудь. Тинь! Такой вот акцентик, да? Какой-нибудь блик. Посадите сразу. Сейчас все будут ругаться и говорить, нельзя так делать. Это потом. Это разбор по деталям. Это в конце, на другом этапе. Пусть болтают. Пусть ругают там сами себе что-нибудь, да? А вы возьмите и порадуйте себя. Вы отойдете, посмотрите и скажете, ах, какая прелесть. Но в то же время нужно понимать. Друзья, я уже сейчас говорю, в первую очередь, нашим зрителям, ну, собственно, и вам тоже. Нужно понимать, что, конечно, порадовать себя нужно, но долго работать с деталями, в начале работы, вообще нельзя. То есть мы сейчас показываем этот чай просто как самое темное пятно. Мы его не разбираем целиком, да? А поскольку мы его уже показали и очки показали, то сейчас нужно немножечко показать веточки, потому что они следующие по тону, а дальше раскрывать весь лист. Просто прям спокойненько раскрывать весь лист. Вот так-то. Я блик ставлю на светок. Вот здесь. Ну, где он есть, прям вот в ровно в том месте. Ну, череп так. Потом сто раз перекроется еще наверняка. Может, и нет, конечно. Ну, просто надо такой эффект создать себе, такая, ах, да, порадовала себя. Это не всем нужно. Некоторым не надо. Вам нужно себя порадовать. А с чем это связано? Ну, с тем, что вам нужно себя порадовать. Радуем. Радуем себя. Радуем себя. Хороший вопрос. Повторяем. Значит, вопрос такой. Ветка длинная, и, соответственно, вопрос такой. Она же не везде одинаковая. Она там книзу темнее, кверху светлее. Да, кверху светлее, книзу темнее. С этим все понятно. Но есть еще один момент важный. Когда вы рисуете ветку не на фоне леса, других деревьев, а у нас получается ветка на фоне пустоты. То есть, по сути, там вообще ничего нет. Там будет просто голый такой штрих. Мы не просто ее делаем к низу темнее, а дальше постепенно ее высветляем. Мы ее вот в этой части, где мы ее бросить должны вообще, нам по-хорошему нужно по тону ее добрать почти похожий на тон, который будет у фона. То есть, грубо говоря, растворить. Поскольку мы пока не знаем, как там ее надо растворять, потому что у нас фона нету, мы ее просто, в общем, в целом намечаем. Потом, когда у нас будет готовый фон, собственно, поэтому я и говорю, нужно раскрыть весь лист. То есть, мы самое темное показали, раскрываем весь лист, а потом начинаем вытягивать ее по тону и смотрим. Она у нас должна читаться, но в то же время немножечко растворяться, чтобы взгляд сильно не концентрировался вот здесь. Потому что взгляд наш должен концентрироваться вот на главном элементе. Правильно? У нас главный элемент вот тут. А потом мы начинаем смотреть сюда, потом мы перемещаемся вот сюда и плавно из работы выходим. Идем в следующую работу смотреть. Вот так. А подстаканник тоже, да, надо темным? Ну, подстаканник довольно темный. Там внутри у него тоже очень темные такие есть элементы. Дырочки вот эти подстаканьки. Они вообще самые темные. Они чуть ли не темнее, чем дужки у очков. Ну, просто сейчас мы не хотим их рисовать, потому что это мелкие элементы, мелкие детальки. Не нужны они нам. Потом мы их в целом уберем подстаканник, а потом где-то отработаем его обязательно. А подстаканник светлее чем чай? Подстаканник светлее чем чай. А можно прищуриться и посмотреть, это видно. Он где-то чуть-чуть вот совпадает. Спасибо. Он совпадает где-то с чаем, чуть-чуть совпадает. Но в целом чай темнее, чем подстаканник, особенно вот, скажем, вот тут. Он сильно отражает вот здесь вот этот рефлекс. Здесь, смотрите, классная вещь. По идее, у нас должен тон располагаться вот на этом цилиндрическом предмете. Свет, полутон, тень и рефлекс, как всегда. Потому что свет вот отсюда идет. Но за счет того, что тут у нас есть стекло, белая газета, свет, проходя мимо предмета, отражается назад, попадает вот в эту часть цилиндра, подстаканника. В общем-то, все как всегда. Но в обычном предмете у нас был бы вот такой маленький, небольшой рефлекс. Но поскольку у нас тут и стекло, и белая бумага, и металл, на котором отражается этот рефлекс, рефлекс занимает огромное пространство. Где-то вот такой. И получается свет, полутон, тень, огромный рефлекс, который выглядит почти как свет. Вот не путайтесь с этим, потому что рефлекс все-таки это рефлекс. И свет, хоть он и очень маленький, он будет все равно светлее и ярче, чем вот этот рефлекс. Не запутал вас? Давайте еще раз. Очень яркий, светлый свет, очень яркий и очень светлый. Потом полутон, потом тень. И да, очень широкая часть, отведенная на рефлекс, но рефлекс все равно будет бледнее, чем свет. Мы попали в безвыходную ситуацию. Мадам, показываю. Стыкующийся эллипс. Можно карандашку? Смотрите, у нас есть прекрасный эллипс, у нас есть другой прекрасный эллипс. Это чай, да? И вот, пожалуйте, одно совпало с другим. Видите? Ну, прям вот это касание, ну, просто очень нехорошее. Очень нехорошее. Что делать, вопрос. Как быть? Значит, так. Как быть? Как быть? А быть очень просто. Быть очень просто. Стираем все? Стираем вот этот эллипс. А почему сейчас так получилось? А, потому что у нас чая не было вначале. Нам нужно приподнять эллипс. Просто вот еще чуть-чуть повыше его приподнять, чтобы между ними было какое-то там... Вот сюда надо поднять его. Хотя бы вот так. Друзья мои, смотрите внимательно. Никогда не делается таких ошибок. Вот это действительно нехорошо. Вот это касание двух вот этих линий вот в этой точке, ну, в общем, это очень неправильно. Даже если по-настоящему в натуре вот так и есть, значит, меняйте натуру. Трансформируйте ее у себя в рисунки. Значит, так. Вы все равно, всегда, вы и мы рисуем не в раз весь натурморт, правда? У нас есть какие-то промежутки. Сегодня прессовали, завтра передохнули, послезавтра прессовали. Вот каждая стадия должна быть завершенная. На каждой стадии рисунок должен быть завершен. И мы понимаем, что вот сейчас скоро мы уже занятие заканчиваем. И при этом видим, что у нас есть рядом два одинаковых хвату на предмет. Ну, похожих, да? У нас есть самое темное. А вот чай попадает в ветки. Правильно? Попадает. Чай темнее, чем ветки, да? Значит, наберем. И сейчас еще разочек по второму заходу. Вот так же вертикально, отступая от края, чтобы в рефлекс не попадать, еще раз вертикально набираем тень у чая и делаем его в целом темнее. Так. И веточки смотрим. Вот одна, вот вторая. Вот веточки в воде, вот над водой. Ну, в воде темнее, да. Пока можем это не трогать, но одну из них затемнить надо, чтобы они были обе абсолютно одинаковые. У нас будет самое темное, у нас будет чуть светлее и еще светлее, и между собой они тоже будут разобраны. И на этом можно останавливаться, если вы как бы сессию заканчиваете. Здесь повторюсь то, что мы говорили у предыдущего, так сказать, нашего начинающего художника, что мы с вами отдаем себе отчет, что постепенно заканчивается занятие, у вас будет какой-то перерыв, у вас есть темное, у вас есть посветлее, но в целом это два темных предмета, но у вас отсутствует вот здесь полностью, ничего здесь нет. И вот так бросать нежелательно. Нужно что-то здесь набрать. Ну, вот веточку, хотя бы одну, чуть-чуть, вот прямо сейчас почерекать нужно. То есть, вот вы знаете, что через пять минут заканчиваете, все, больше рисовать сегодня не будете. Ну, вот наберите немножечко здесь, не бросайте лист, не оставляйте вот перегруженную вот эту часть. Сейчас перегруз вправо идет, не оставляйте перегруза. Ну, умничка, смотрите, как эллипс. Раз, вот так вот, без построения, без всего, накидала его, раз и готовенько. Да, сказал педагог, перенеси эллипс. Она перенесла. Умница. Молодец. Вот, смотрите, что умница. Она у нас набирает вертикаль, у нее нехороший был штрих вначале, потренировалась, видите, вот штриховал, и вот сейчас вполне себе очень даже ничего. Но, мало того, что мы набираем так очень неплохо этот штрих пока что, смотрите, мы параллельно делаем две вещи. Мы набираем массу и минимальными средствами показываем детальки. И они вроде бы не нужны сейчас, эти детальки, ну, в общем, такие элементы маленькие совсем, но в то же время, да, не нужны, но они создают уже общий настрой. И у нас здесь получается уже композиция, смотрите, это не просто два предмета, это уже и стакан с чаем, ну, в подстаканнике, да, и очки. А за счет вот этих вот мелких элементов появляется такое общее состояние. А в этой части работы мы набрали веточку, просто так пока накидали, она совершенно не сделанная, ну, вот просто общий тон кинули. Внизу чуть-чуть поштиховали, пусть и мохнато. Но все-таки вот теперь уже не хватает их объединять, вот теперь на этом этапе нужно раскрывать весь лист, конечно, да. Ну, на сегодня, если мы заканчиваем, уже в следующий раз, но помните, что в следующий раз вы можете смело весь лист спокойно вот так вот раскрывать таким же прямым, хорошим штришечком. А хулиганить будем позже. Вот, пожалуйста, подложили листочек, видите, под ручку, чтобы не пачкать ни ручку, не размазывать, в общем, карандаш на листе, это правильно. И тон очень правильно набирается, вот сейчас внимательно посмотрите, вот человек штрихует четко и вертикально, набирает по форме, вертикальный штрих прямой, ровный, хороший. Мало того, смотрите, как тон правильно здесь считается один с другим. С одной стороны, у нас читается темный чай по сравнению с подстаканником, подстаканник явно светлее, с другой стороны нету резкого вот здесь вот контура, никакого обрыва и контраста сильного между ними нету. Один предмет читается на фоне другого и в то же время появился воздух, то есть один предмет плавно переходит в другой. Вот это важный момент, чтобы между двумя элементами в рисунке не было, если, конечно, это не нужно специально сделать, не было ощущения вырезанности, да, как будто вот это вот перенесли из другого рисунка. Нет, здесь все находится в одной среде, то есть в работе есть воздух. Большое спасибо за просмотр, увидимся на следующем занятии. Дуняша, карету придержи, пожалуйста. ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok